МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самых интересных событиях из мира кино. О самых кассовых и рейтинговых фильмах. О жизни звезд и режиссеров. Об этом и многом другом расскажем вам прямо сейчас. С вами Ирина Вышагородцева. И Мария Ирунч. И это программа Кинокайф. Маш, а ты помнишь, как Джокер признался в любви Харли? Ты нарядился ради меня. Ради тебя я на все готов. А ты помнишь, как в дневниках вампиров Елена призналась в любви Дэймону? Ну, допустим. Я люблю тебя, Дэймон. Люблю тебя. А еще классное признание было в фильме... Было в фильме «Чужой». Это лучшее признание в любви, которое я видела. Прекрасная, прекрасная бабочка. С тобой бесполезно разговаривать о любви. Но сегодня же такой хороший праздник. Ну, давай вспомним самые романтичные фильмы. Ты же знаешь, как я отношусь к этим кинолентам про любовь. Ну, я же не прошу их смотреть. Давай просто поиграем. Я буду описывать сюжет, а ты угадывать название. У меня есть выбор? Неа. Начнем с самого простого. Своеобразная сказка о Золушке. Только про финансового магната и девушку, которой не очень повезло у вас профессией. Можешь не продолжать это. Классика жанра. Фильм, красотка. Ну да, слишком просто. Давай дальше. Этот фильм собрал 38 наград по всему миру, включая 6 премий «Оскар». Главный герой фантастическим образом становится известным футболистом, героем войны и бизнесменом. Но самое главное, что на протяжении всей жизни он любит только одну девочку, с которой дружил в детстве. И звали ее Дженни. И под конец фильма она предлагает ему пожениться. Фильм хороший, конечно, но концовку без слез не посмотришь. Это Форест Гамп. Ну вот эту ты точно не отгадаешь. Главный герой фильма и его бывшая девушка решают забыть друг друга и используют для этого машину, которая позволяет избавить от любых воспоминаний. Но понимая, что не сможет жить без своей возлюбленной, пытаясь найти способ, чтобы вернуть ей память о прошлом, пока еще не очень поздно. Это вечное сияние чистого разума. Все, мне надоело запускать трейлеры. Надеюсь, хотя бы они будут непросопливые фильмы. Какая-то ты скучная. И первая новинка этой недели – фильм «Сердцеед». Красавица Лавелас, капитан Невель, отправляется в Австрию с армией Наполеона. Клянется своей возлюбленной ежедневно писать. Но писем нет, и сердце трепетной девушки разбито. Ее сестра Элизабет решает писать от имени Невела. Но, сочиняя невероятные подвиги и, в конце концов, похоронив с почтями легендарного героя, она и не предполагает, что однажды вполне живой и далеко не идеальный Невель вновь появится у них на пороге. Следующая новинка этого февраля – «Махнем на Луну». Злые инопланетяне задумали покорить нашу планету благодаря могущественному амулету, с помощью которого можно подчинить своей воле любое разумное существо. На Земле готовится спасательная операция. Но есть одна проблема – выполнить миссию может только тот, чей интеллект очень мал и кто не подвержен действию амулета. Интересно, а в этом мультике есть любовная линия? Ира, ну это же детский мультик! И что? И в мультиках бывает любовь? Предлагаю продолжить играть в нашу игру. Только теперь, Маш, твоя очередь загадывать фильмы. Ну, давай попробуем. Это один из самых странных фильмов про безответную любовь. Парень по уши влюбляется в новенькую сотрудницу на работе, однако она не отвечает взаимностью. И, как и следовало ожидать, фильм тоже не заканчивается хэппи-эндом. Фильмы про любовь, они должны быть милыми, а у тебя опять все мрачное. Не знаю, в общем, не смотрела и не знаю, что за фильм. Это 500 дней лета. Ладно, давай дальше. Один из самых известных фильмов про любовь, и он был снят в 1939 году. И это один из самых моих любимых фильмов «Унесенные ветром». Быстро ты справилась? Вот тебе посложнее. Арт-хаус из Гонконга. Фильм, который показывает, что лучше быть одному, чем с тем, кто тебя не любит. Вот так сложно. Любовное настроение. Я вот не смотрела. Я вообще много чего не смотрела. У тебя все еще впереди. Например, в выходные сядешь на уютное кресло. У меня нет кресла. Да это уже не важно. Главное, сядешь, укутаешься в теплый плед, и в обнимку с мужем посмотришь какой-нибудь милый романтик. Ну а пока держи мой подарок. Держи. Вот он такой. И надо будет какой-нибудь подарочек нашим зрителям сделать. Мы им фильмы на вечер подготовили, а подарки им пусть вторые паладинки дарят. На сегодня это все. Если вы любите кино так же сильно, как любим его мы, смотрите программу «Кинокайс». С вами была Ирина Вышигородцева. И Мария Ирунч. До встречи на канале «16». Пока-пока. Любите друг друга. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин